здравствуйте друзьям начинаем передачу которая называется у нас хулиганы я художник игорь поначевный алёша ступин и выдающийся американский художник канат и барагимов вот и у меня к нему первый вопрос и так кана ты потомок чингисхана вы казахи постоянно спорили с татарами с монголами каждый раз кто из вас настоящий татар монгол но сейчас представление людей которые находятся в украине российская армия которая напала на эту страну она ассоциируется с той самой ордой и когда они говорят москали кацап и ручня они подразумевают те самые ордынские паттерны вот как как тебе тебе этот нарратив и как не поменялось ли твое отношение к этому культурному кодово вот что думаешь я думаю что такое отношение украинцев это заслужено это наша плата за тоже за эту империю чингисхана за золотую орду за эту за эту огромную империю которые создали потомки чингисхана и казахстан и золотая орда знаешь они были созданы старшим сыном джучиханом и сыном чагатаем то есть казахстан делится практически по джунгарскому это по хребту линджунгарскому а это самое как его между жабульской областью и западный казахстан где вот ну проходит эта часть чагатайского улуса это более восточнее а западнее это улус джучи это огромная империя которая убивала угнетала создавалась помощью силы оружия и все империи должны рушиться и поэтому никаких фрустрации по этому поводу я не испытываю все происходит правильно да это была орда да это была кровавая империя да она дала жизнь одному из своих улусов московии как как его правильно назвать мозга мозга вот она дала мозге жизнь и к своему несчастью это император это колония это этот улус золотой орды он разросся вот разросся превратился в такое уродливое образование как россия и сейчас доблестная украинская армия и украинский народ они разрушают возможно одну из самых последних и кровавых империй во всяком случае в европейской части планеты а что ты думаешь насчет казахстана конца казахстан вообще может ли он повторить судьбу разрушающейся российской империи то есть может ли он сам развалиться если при посылке или это такое моноэтническое общество сам казахстан не будет разрушаться потому что он без того уже без без своих территорий остался без ой без оранбура без без челябин челябинской области без оренбурга без северных территорий алтайских так что казахстан это моноэтническое мононациональное государство все народы которые живут казахстане они на земле казахов живут в отличие от российской империи где россия перерастало территориями и народами которые их населяют維持 захватывал их за над systemic не захватывали bunch территории это земля на которой жить многое национальности на мононационные государства оси это многое национального соглаш events на их было вошли народы захваченными территориями воды россия будет разрушена казахстан нет но если сейчас украина не переломит кребет последней издыхающей Советской Русской империи, то результат будет плачевный для всех. Прежде всего для Казахстана. Потому что уже мы, депутаты, раздумывая, ртом озвучивают уже. И даже Солженицын говорил, что северные территории должны отойти к России, Екатерининская Русь, северные и западные Казахстана должны отойти к России. А Китай, они собираются вообще, в общем-то, лелеют, что разделят Казахстан по территории Чагатая и Джучихана. То есть западные территории, нефтеносные, они как бы, ну, отойдут, вообще как бы Букеевскарда отделятся, а только Мянгликель с Астаной, Нур-Султаном в центре этого, ну, Целина. Она останется, как Казахстан. А восточная территория, это как Магулистан, Чагатайский улус отойдет к Китаю. Все зависит именно от этой войны, русско-украинской. Хорошо, тогда другой тебе вопрос. Слушай, что ты думаешь насчет вот этого отмены культурного, культуры России, вот этот вот отмена культуры феномен, когда запрещают некоторых российских композиторов исполнять, когда говорят о том, что Кушкину надо сносить памятники, потому что он символизирует собой эту имперскую культуру. Как ты к этому относишься? Что ты считаешь? Нормально это, либо это просто сдержки вот этого противостояния сейчас между людьми, которые подверглись агрессии? Я понял. Я понял. Самый ближайший опыт это, конечно же, Германия постфашистская и многие гениальные деятели немецкой культуры, которые сотрудничали с рейхом, с нацистами. Это и Ленин Рикенштайль, и Хайдегер, и многие величайший архитектор Шпеер. Шпеер был, как известно, вообще вздернут на веселицу. Ленин Рикенштайль это, в принципе, это аналог Эйзенштейна, может быть, даже более превосходящий его по убедительности. Она зазвала весь градус современной современной кинематографы. Она была полностью, как сказать, деноцифицирована и остаток жизни прожила только оправдываясь. Хайдегер это, он стал это, ну, как, она, ну, сейчас только его вспоминают и то, знаешь, как-то так. Это те, кто, это те, кто был сотрудничал, да, внутри этой фашистской системы. Я, речь идет о тех, кто не имеет отношения, например, к кутинскому режиму и о Пушкин. Пушкин, извините, там 300 лет назад жил, 200. Ну, здесь, здесь можно повторить цитату одного победителя Юженской империи горе побежденным. К сожалению, под обломками от России долгое время будут погребены и достойные люди. Будет, вот Германия, что она после этого, что виноваты были миллионы изнасилованных женщин немецких. В чем были виноваты простое население? Ну, то есть, ты склоняешься, что это издержки получаются, да, что это издержки войны. Да, неизбежные. Ну, ты знаешь, что это... Помнишь, когда Оренбург написал свои известные стихи, убей немцев. Он же не говорил убей фашистов, он не говорил убей сторонников Гитлера. Он говорил, убей немцев по национальному признаку. Бывайте немцев. Немцы все виноваты. Папа, убей фашистов. это вот. Да, вот к сожалению. Ну, вот такая вот. Но мы с тобой же знаем, что культурка, это же тоже мошенничество. У меня уже давно нету никаких иллюзий по отношению к культуре. Большинство это все высосано из пальцев. И в большом виде это компиляция. Если ты хочешь, чтобы я грубо прошелся по русской культуре, я скажу, что я, к счастью, вырос совершенно. Родился в СССР сюда, но у меня была антисоветская полностью прошивка. Все русское, все советское, все факт. Все в трэш. Воспитывал. Я читал Теодора Драйзера, потом я перешел на Чарльз Буковского. Я никогда не слушал русский рок. У меня всегда западная музыка была. Поэтому, когда я в Америку приехал, у меня никакого культурного шока не было. И поэтому меня трудно судить. Но косвенно я тебе могу сказать, что Пушкин это просто запоздалое немецкое возрождение. Запоздалое северное возрождение после Гегеля и немецких писателей. А немецкое возрождение это запоздалое итальянское возрождение 15 века. Поэтому не лучше ли Чарльз Диккенса или Байрона читать, чем Пушкина. Это же видно, что сказочная тема это все ближневосточная, персидская, индийская составляющая. Я с тобой поспорю, на самом деле мое представление, что Пушкин еще из французской культуры. То есть Пушкин это Вольтер, во многом русская культура, например, Достоевский это Десад, тот же самый, понимаешь. То есть в лице Достоевского мы видим просто русского Десада. Сейчас возникла дискуссия, Игорь, что культура, она в своем роде отвечает за дефашизизацию общества, она должна гуманизировать общество. А не русская или культура, она и создала бэкграунд-платформу швинистическую, имперскую для период, которая сейчас... Да. А что делать тогда с культурой? Как ее перенастроить? Зачем? Какие существуют варианты тогда? Что мы должны делать? Сломать ее и на ее месте что-то новое построить? Или полная отмена без какого-либо воссоздания чего-либо вообще как близкого? У меня полное отрицание идет. Полное отрицание. У меня, да. А у других это очень трудно, потому что это проблема фрустации. Многие казахи, казашечки, они имеют, ну, раскосые сыны бывшего СССР, они имеют русскую прошивку, поэтому у них это очень болезненно пройдет. У меня нет. Надеюсь, у совсем молодых щенков и молодых белок это тоже пройдет без особого проблем, они просто вырастут в казахско-англо-саксонском или китайском. Уж какая как поведет судьба, да, я не отвечаю. я выбрал цивилизацию и я развешиваю ярлыки. Я по этому поводу скажу, что я недавно, мы все здесь подрабатываем, каждый имеет экстраманию, я подвозил из Сан-Франциска одного кашмирского товарища, мусульманина, который оказался антиамериканцем, хотя закончил или Беркли, или Стэнфорд, у него дискурс вот такой, что американцы соблюдают права человека, что они относятся хорошо только к своим, а все остальные там эти азиаты, цветные, африканцы, африканцы, они что, не люди? Я сказал, очень просто. Братан, я выбрал цивилизацию. Сейчас мир делится не по расам, не по... Хорошо. Это месседж, который постоянно хомский. Нам хомский без конца об этом говорит персоналопретензия к Америке, что вот как бы его речь озвучил вот этот вот Кашмирис, я так понял, да? Ну, левак, это левачо, которые угнедились в Стэнфордах, Беркли, во всех университетах. И он говорит, почему ты развешиваешь ярлыки? Я его назвал марксистом. Он говорит, не развешивай ярлыки. Я говорю, дорогой мой, я учил, а я преподавал, где ты учился, понимаешь, он так скинулся, потому что мы все советские люди прошли школу научного коммунизма, поэтому ты мне, не по разлезу глаз, не по расе, а на нельце. Либо ты выбираешь цивилизацию, либо ты выбираешь дикарство, дикость. То есть это обскурантизм. Все. Да, Цит? И вот эти все спекуляции про национально-свободные движения, про вот этот вот особый путь, да, ну, вы же видишь, куда это в России зовет. Поэтому все очень просто. Либо цивилизация, либо обскурантизм. Я выбрал цивилизацию. Вот момент тогда, Кана. Ты под цивилизацией понимаешь одно, а Кашмирис под этой цивилизацией понимает совсем другое. Понимаешь, у вас как бы разное представление, что это цивилизация. То есть я думаю, что здесь вот в этом ключе лежит непонимание, понимаешь, одного другого. Запросто тебя, я сейчас все разложу, это очень все просто. По-моему, Дугин в свое время говорил, что есть страны, где побеждает культура цивилизацию, а есть страны, где побеждает цивилизация культуру. Вот в Индии, в данном случае, вот его, кстати, метрополию, там победила культура. То есть там величайшие четырехтысячелетние, там, Багавадгита, Рамаяна, там все, что хочешь, но цивилизации там, они же отставали до последнего времени. Надо честно признавать. А вот Канада, к примеру, там же особого бэкграунда у нее нет, ни античности, ничего такого, ни возрождения, они сразу начали стивилизацию. То есть хорошая медицина, наука. Подожди, но нет, я не соглашусь с тобой, потому что Канада была населена ссори индейцами. Мы говорим о Канаде в совсем другом смысле. Это Канада имеет культурный бэкграунд, очень огромный. Это культурный бэкграунд. Вот за это у нас... Это Франция, и это Великобритания. Вот тебе культурный бэкграунд. Западная цивилизация, я выбираю вестернизированную цивилизацию. Англо-саксонская, западная. Все. Об этом вопрос закрыт. А то, что индейцы, все. Братан, многие же нации, давай так, они же проиграли историческую цивилизационную борьбу. А мы сейчас помним о сирийцах? Кто они такие были? А кто такие были народы, которые... Шумеры, Вавилон, где Вавилон? Да, вот эту дискуссию давайте, как говорил кавказская пленница, один из этих советских, давайте прекратим эту бесплатную дискуссию и приступим к жизни. Я выбираю цивилизацию. Хорошая медицина. Да, я тебе задаю последний вопрос, очень важный. Что ты думаешь об атомной войне предстоящей? Как ты считаешь, начнется она или не начнется? То есть, бросит Путин атомную бомбу и получит ответ в десятки по Кремлю или Путин это не будет делать? Что ты думаешь, как ты к этому относишься? Я не предсказатель, но мы с тобой, ты же меня знаешь, все, что мы с тобой говорили, все сбылось с ужасающей. Помнишь, на дне рождения я говорил, что будет война, что будет, обязательно Путин нападет на это самое, на все восставшиеся республики, он будет заниматься собиранием земель. И что, ты очень болезненно это воспринимал, но сказал, что русский народ его поддержит, потому что русский народ действительно, он очень серьезно героически поддерживает своего лидера. Все. И в свете вот этой логики, если отсторониться холодно, то, конечно же, сейчас Россия проигрывает конвенциальную войну, и она проиграет ее, безусловно. Сегодня, а для нас завтра, ну завтра, девятое у нас завтра, наш президент подпишет, Ленд Лиз, и тогда будет, ну просто, как сказать, выжигание. Это очень печально будет. Это будет очень много трупов, вот этих русских мальчиков. Вот, но в такой ситуации, конечно же, будет применено сначала тактическое, а потом и стратегическое ядерное оружие. Ты думаешь, что атомное зарево окупит память, да? Ну, давай еще, еще более цинично. Современное тактическое ядерное оружие, она вот такой радиации, как вот в Хиросиме, все это грязности, она не будет. Это нормально, поэтому обыкновенно война будет такая. А вот когда, ты же говорил, что все-таки ракеты российские, они ржавые все, и они не летят в своих штатах, в шахт. Вот стратегическое оружие, оно полетит или нет? Из подводных лодок, из шахт. Вот это да. А то, что тактические ядерные удары будут, я просто прости, не сомневаюсь. Ну, как ты думаешь, что из специализации еще лет 50 проживет, или все, или это конец? Я почему-то не ощущаю, у меня вот только интерес. Я, возможно, интерес, когда Чукча сторожит нерпу, нерпу, да, и чтобы она высадалась из своего, ну, скажем, концом гарпуна скребет лунку. И нерпа, она прекрасно понимает, что ее убьют, но она из любопытства высадывает голову и получает гарпуном. Вот у меня такое же ощущение сейчас. Мне очень интересно. Что будет? То есть мы все нерпы, которые хотим посмотреть, что там скрипется по кусочку льгора нашей головы? Ну, ты же знаешь, что я нигилистый циник, что для меня многие вот эти понятия, как культура, семья, дети, гуманизм, это пустой звук. Вот. Для меня гораздо более интересное зрелище. Я и культуре не придаю много значения уже. Я уже разочарован. Очень во многих проявлениях хомо я понял, что он не сапиенс совершен. Все это слова, я соглашусь с тобой в том смысле, что все это слова и эти слова, они настолько часто употребляются, что они абсолютно вытерлись, они потеряли свой предначальный смысл и каждый может чего угодно вкладывать. Поэтому единственное, что реально в этом мире, это боль. Вот боль, да, все остальное никакого значения не имеет. Ты достоевским... Потому что смерть, она, после нее ничего нет, ты ничего не чувствуешь. А вот боль, это самое реальное чувство и самое реальное ощущение в этом мире. все равно я не буду защитить. Только действия, только действия, никакие ни слова. Да. Ну, слушай, мне понравилось, мы так поговорили, побеседовали, говорили, наверное, минут 30, а давай попробуем все-таки записать, выложить для людей, может быть, люди посмотрят, для наших зрителей, там скажут, круто, или наоборот, говно, парень, если это пойдет, можно такие беседы с тобой делать на 30 минут, на 20, на 40 минут. Что думаешь? Ну, в свете вот таких событий, которые просто со скоростью, ну, кумулятивно разворачиваются вокруг нас, мы просто обязаны это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok